Ситуация с Комертаусской ТЭЦ безусловно взбудоражила определенную часть республики, и не только потому, что это касается столицы вертолетостроения республики Башкортостан, но и потому, что эта ситуация, пожалуй, является модельной для многих-многих других частей республики Башкортостан. Мы все зависим от энергетики, мы все зависим от отопления и энергоснабжения, и, в общем-то, нас это очень беспокоит. Беспокоит не только по цене, но и даже уже теперь, наверное, по наличию. Вот то, что происходит в Комертау вокруг теплоснабжения и энергоснабжения города, конечно, является таким знаковым событием. Начнем с того, что известно. В последние недели стало известно о том, что у единственной ТЭЦ города Комертау возникли серьезные финансовые проблемы в связи с тем, что сложилась какая-то странная платежная схема. Главный потребитель энергии в Комертау ООО КТС, Комертауские теплосети, перестал платить ТЭЦ, рассчитываясь за тепло долгами самой же ТЭЦ. Но, естественно, предприятие не может жить без зарплаты, без регулярных ремонтов. А учитывая то, что это ТЭЦ, ну, прямо скажем, не самое новое предприятие энергетики в нашем регионе, ну, эти ремонты действительно регулярные. В общем, жители Комертау начали беспокоиться. Ситуация сложная, запутанная. Я пытался в ней разбираться в меру своих возможностей. Но вот так получается, что Виталий Буркин, мой давний приятель и партнер, теперь еще и юридический представитель, официальный юридический представитель Комертауской ТЭЦ, и, ну, и как бы кому, если не ему задавать вопросы по вот этой сложной, странной ситуации с долгами и расчетами внутри энергосистемы Комертау. Виталий, добрый день. И действительно, помоги разобраться вот с этой структурой, что за странные вещи, чьи долги, кто у кого что купил, и почему теперь распределяющая компания не платит за производимое тепло в Комертау, как долго это будет продолжаться, и вообще откуда ноги растут. Проблема возникла в связи с тем, что ТЭЦ имел долг и имеет задолженность перед Газпромовской структурой, ну, то есть там достаточно, ну, абсолютно банальные, объективные причины. ТЭЦ существует за счет, по сути, государственных тарифов, от государства зависит, какой тариф будет получать. Тариф, ну, экономический, я сам посмотрел, он действительно был нерентабельный, образовывалась задолженность, она, естественно, гасится, то есть обычно нормальная. Ну, то есть ничего необычного в том, что энергопроизводящая структура должна чего-то поставщику ресурсов, я так понимаю, нет, у всех такая ситуация, да? Ну, естественно, это обычное гражданско-правовое обязательство, долги у всех есть, там никаким обманом, естественно, не пахло. И тут ситуация начала усугубляться тем, что уже кумертауские сети, то есть, соответственно, уже лицо, которое, юридическое лицо, которое оплачивает услуги уже ТЭЦ, перестал в определенный момент платить по счетам ТЭЦ. И у них интересная схема получилась, они с газпромовской структурой договорились, и деньги, вместо того, чтобы поступать на счета ТЭЦ, стали поступать напрямую к Газпрому по договору цессии. Так, правильно я понимаю, что вот эти кумертауские теплосети покупают долги ТЭЦ, и этими долгами с этой же ТЭЦ рассчитываются, так ведь получается? То есть они покупают у Газпрома, или вот у структуры Газпрома покупают эти долги, но, насколько мне известно, покупка этих долгов происходила с нулевой комиссией. Вообще обычно, когда кто-то кому-то уступает долги, это делается с определенной целью, то есть ускорить денежный оборот, во-первых, за счет этого идет снижение номинала этого долга, то есть 3-5%, 7% в пределах ставки рефинансирования люди уступают эту цифру, и, соответственно, у всех появляется какая-то выгода. А здесь какая-то странная ситуация. Кумертауские теплосети получают долги ТЭЦ у Газпрома с нулевой комиссией. Зачем это делать? То есть если они, ну у них есть деньги на покупку этих долгов, но заплатите за энергию. Вот я, например, не нахожу ответа на этот вопрос. Это один из многих, на самом деле, вопросов в этой ситуации. Еще один вопрос. А вот Газпром газораспределения или кто там поставлял газ ТЭЦ, они настаивали на погашение этих долгов? Или это был рабочий момент вообще? До какого-то времени это был рабочий момент, потом в цивилизованном порядке все это прошло арбитражный суд, то есть нормальные судебные акты. И самое интересное началось здесь, когда ТЭЦ смогло убедить в одном... Два судебных акта было, две задолженности было. В одном судебном процессе ТЭЦ смогло убедить арбитражный суд, что им нужна рассрочка. То есть опять же все это обосновано нормально. А в другом судебном процессе суд себя повел очень странно, отложил на очень долгий срок рассмотрения, хотя законом предусмотрен четкий конкретный срок, месячный срок. Не смогло ТЭЦ получить рассрочку. Тут одновременно Газпром примерно в это же время обращается в прокуратуру с просьбой прокуратуры республики инициировать уголовное преследование. Там перечисляются страшные статьи Уголовного кодекса, в которых обвиняют руководство ТЭЦ. Там 159-й чуть ли не организованной группы. И в это же время кумертауские сети не платят, не переводят деньги ТЭЦ, а перечисляют их в Газпромовской структуре по этому договору сессии. И да, что, естественно, привлекло меня и вообще многих специалистов, то есть то, что без какой-либо скидки покупается долг. Вот это странно. Зачем? То есть тут у меня, например, как у обывателя и не юриста, возникает такое обоснованное, пожалуй, предположение, что есть какая-то задача. То есть люди выкупают долги и начинают их предъявлять к погашению. То есть, казалось бы, кумертауская ТЭЦ и кумертауские теплосети – это два предприятия, работающие в связке. То есть они друг без друга. То есть существовать на самом деле не могут. То есть одни производят энергию, другие ее распределяют и так далее. Но зачем вот эта финансовая война? Зачем блокада предприятия? То есть вот это вопрос. И, ну, естественно, из этого возникает вопрос. Чего добиваются вот это ООО КТС? Ну, как я понял из ситуации вообще и в ходе опроса со своими клиентами ситуацию подводят. Была парализация деятельности ТЭЦ, к банкротству этой ТЭЦ, а там уже дальнейшие планы. Как пойдет. Ну, из чего я опять-таки возвращаюсь к началу. Абсолютно обоснованное беспокойство населения кумертау, что вот в процессе всей этой финансово-экономической войны, противостояния, как хотите называйте, у них возникнут проблемы с батареями. То есть если однажды получится так, что ТЭЦ теряет все возможности продолжать свою деятельность, то есть, например, не производится текущий ремонт. А за этими процессами, между прочим, очень тщательно наблюдают надзорные органы. Тут есть и технодзор, тут есть и Министерство энергетики. То есть у таких предприятий, как ТЭЦ, есть регламенты и прочее, прочее. То есть для этого всего нужны деньги. Если вдруг вот эти все вещи будут не производиться и не делаться, ну, я уж не говорю про какие-то катастрофы, которые могут случиться, ну, техногенные, но банально перестанут греть батареи. То есть вот, собственно, с этого все началось. Почему население беспокоится и волнуется, что вот происходит какая-то странная склока между предприятиями, значит, что-то делится, какие-то долги, какие-то предъявляются претензии и так далее. Ну, хорошо. А теперь мы, ну, так как мы уже влезли в эту историю, давайте разбираться в ее участниках. Вообще вот это ООО КТС, Кумертауские теплосети, весьма примечательное предприятие. То есть, ну, так как вся эта история закрутила, завертелась, ну, естественно, полез я смотреть, что это за предприятие, какие у него достижения, функции и обстоятельства существования, там очень много интересного. Ну, начнем с того, что ООО КТС, которое было образовано в 2012 году, на самом деле, по сути, де-факто, принадлежит одному единственному человеку, господину Цветкову. То есть, это глубоко частное предприятие, ну, ООШечка. Уставной капитал 1 миллион рублей. Не так, чтобы много для крупного инфраструктурного предприятия целого города. И уже на протяжении 7 лет ООО КТС благополучно получает субсидии от государства в рамках субсидирования, значит, энергоснабжения городов и населенных пунктов. Ни много ни мало, за 7 лет государство выделило ООО КТС 950 миллионов 965 тысяч рублей. Вот в сумме за 7 лет почти миллиард этих субсидий. И тут для меня открывается интересная вещь. Вот я хочу с Виталием, как с юристом, этот вопрос обсудить. Выясняется, что по правилам предоставления, по порядку предоставления субсидий в области энергетики, эти субсидии представляются, по крайней мере, до 2020 года предоставлялись только муниципальным энергетическим предприятиям. В каждом документе слово «муниципальный» звучало неукоснительно. Причем задача и цель этих субсидий – обеспечение жизнедеятельности предприятия в грядущем отопительном сезоне. На покупку энергоносителей, на ремонт техники и всей этой инфраструктуры. То есть субсидия целевая. Более того, ведомства и муниципалитеты проводят конкурсы на предоставление этих субсидий. Я к чему все это говорю? Что огромное количество ведомств, вот это слово «муниципальные» должны были точно видеть и знать. В порядке предоставления субсидий четко прописано только муниципальным предприятиям. Но, простите, ООО «КТС» принадлежит одному единственному физическому лицу, господину Цветкову, какое отношение ООО «КТС» имеет к муниципальным энергетическим предприятиям, для меня, например, непонятно. Возможно, я что-то не понимаю. Может быть, у меня не хватает квалификации. Но я понимаю, что эти субсидии, вот этот миллиард рублей, прошел через фильтры Минфина, казначейства, ведомства энергетического, администрации Кумертау, и все они не обратили внимания, что субсидия предоставляются только муниципальным предприятиям. По крайней мере, до 2020 года. Напоминаю, ООО «КТС» получает эту субсидию 7 лет. Как такое могло получиться, непонятно. Есть еще одна вишенка на торте с этими субсидиями. Субсидия предоставляется на определенной цели. И, получив субсидию, естественно, предприятие отчитывается о ее использовании. И никак не предусматривается то, чтобы эта субсидия была направлена на покупку, например, каких-то активов, например, долгов, какого-нибудь другого предприятия перед каким-нибудь третьим предприятием. Но, тем не менее, это происходит. Вот теперь вопрос к Виталию. Во-первых, ты как юрист, как можешь оценить вот эту ситуацию? То есть, во-первых, как могло получиться так, что эта субсидия на протяжении 7 лет выдавалась ООО «КТС», которое не было муниципальным предприятием? Как такое вообще возможно? И второй вопрос, как ты оцениваешь то, что субсидия была потрачена нецелевым образом? То есть, есть ли тут состав правонарушения, преступления или еще чего-то вообще? То есть, тут я уже теряю свои возможности оценивать это и обращаюсь к тебе как к юристу. Ну, вот из того, что я выяснил, субсидия конкретно для расходов на ЖКХ. Да, ну то есть, на целевые задачи это идет. Для финансирования работ и мероприятий по подготовке к осеннему и зимнему переводу, там и так далее, и так далее. Это конкретно написано в документах. Как ты уже сказал, покупка долгов у нас называется финансовое вложение. Это покупка актива, по сути. Да, и в программском законодательстве, и в бухучете. Это называется финансовое вложение, финансовые сделки. Это никаким словоблудием, это невозможно причислить. А, мы перечислили это Газпромом, и по сути туда и потратили. Нет, получается, что купили актив. Это абсолютно, это является покупкой активов. Я не знаю, как это проходит через все вот эти наши бесчисленные контрольные ревизионные органы. Может быть, пока просто не заметили. Но 7 лет не замечали. Ну, долго все ведь у нас происходит. Где-то вот у нас эти 92-го года, да, события, по событиям дела возбуждаются. Но тут, Андрей, другое интересное. Самое интересное, это уже как бы второй такой эпизод, да, расходования субсидий. Меня больше всего ошарашило в ситуации вот вообще с этой, с этой КТС, тот факт, что до 2013 года все это хозяйство принадлежало городу Кумерталу. Да, мы к этому вопросу перейдем. То есть, вот откуда вообще взялось ООО КТС, и как оно обрело вот эту достаточно большую собственность, то есть, ну, вот это хозяйство, распределяющее тепло по всему городу, да. То есть, ну, можно предположить, что какие-то неведомые, там, деньги из 90-х пришли, купили вот это все, ну, за много-много денег у города, да. Действительно, вся вот эта система распределения, она, в общем-то, принадлежала городу Кумерталу, то есть, это муниципальная собственность. Ну, наверное, пришел какой-то, там, новоявленный Ротшильд, Рокфеллер, там, или еще кто-то, и купил это все зачем-то, да, у города. Ну, это вот я наивно предполагаю, как могло это быть, потому что, ну, зачем бы городу, скажем, терять вот эту собственность или, там, кому-то отдавать? Конечно же, нет, да, ведь, ну, мы же люди прагматичные, взрослые. Ну, да, ну, и заканчивая, значит, с судьбой ТЭЦ, то есть, мало того, что субсидия выделяется конкретно на конкретной цели казной, то есть, мало того, что ее надо тратить на конкретной цели, так еще уступка права требования совершается таким образом, когда абсолютно нет, не видно у КТС экономической целесообразности. Вот, я тоже этот вопрос задаю. Мы здесь с коллегами это все расцениваем, как попытку блокады доведения определенными лицами до банкротства, и все это ведь усугубляется тем, что газпромовская структура, мы потом об этом поговорим, обратилась в органы внутренних дел, точнее, сначала в прокуратуру, о том, что возбудите-ка уголовное дело в связи с хищением непонятно чего. Ну, вот насчет хищения тут, конечно, я бы порассуждал, потому что, как мне стало известно, происхождение вот этой собственности ООК ТЭЦ тоже, пожалуй, что вызывает вопросы. То есть, возникает масса вопросов к тому, как предприятие ООК ТЭЦ обрело вот эту собственность, которая является, собственно, главным активом этого предприятия, распределяющую сеть города Кумертау. Получается так, что арбитражный суд города Уфы, республики, опровергнув зачастую собственные решения, которые были вынесены ранее, в 2015 году чудесным образом, иначе не могу сказать, передает эту собственность от муниципалитета частному лицу. Так получается? Да, но здесь вообще абсолютно фантастическая история произошла. Дело в том, что для того, чтобы произвести отчуждение, нужно было согласие собственника, а это администрация города. Вот, ну а там же у нас был мэром господин Беляев в этот момент. Да, не помню, кто там был, но не в этом. Главное, и сделки не было. Если бы была сделка, следовательно, у нас, когда происходит сделка по отчуждению недвижимости, она у нас несется куда? Ну, в Росреестр, да. Да, там регистратор проводит ее регистрацию, и все. Здесь, естественно, никакой регистрации быть не могло, потому что администрация города не совершала эту сделку. Она просто без какой-либо нормальной сделки была передана в частную... Насколько мне известно, в суде администрация Кумертау тогда заявила, что мы не возражаем. Забирайте, мы же люди не злые, да? Может, кому еще что нужно, обращайтесь, мы всем раздадим. Вот, я, значит, обращаюсь в арбитражный суд, и просто абсолютно законное, короткое и понятное решение выносит тогда судья, сначала судья арбитражного суда Фаерузова, который говорит, ребятки, у вас лицо, которое передало эти активы, владеет им на праве хозяйственного управления, то есть оно не является собственником, следовательно, оно не может никак... И вы не можете провести сделку. То есть судья Фаерузова выразительно кивнула, да? Да, она просто отказывает им и говорит, ваша сделка, вот эта вся вот вещь, она просто ничтожная, да? Все это вступает в законную силу в 2014 году. И самое интересное, что не проходят и годы, обращаются по этому же предмету опять с заявлением, администрации бы прийти и сказать, вы знаете, у нас мы ничего не получили, потому что если мы передаем это в уставный капитал общества, это общество должно быть активом казны нашей городской. А они при этом поддакивают и говорят, мы не возражаем против удовлетворения иска. И это заявление было удовлетворено, по-моему, никем не оспаривалось. И дикость правовая заключается, во-первых, в том, что произвел отчуждение не собственник, ну, то есть это примерно как лицо, арендовавшее квартиру, будет ее продавать, допустим. Ну да, вот мне тоже интересно, то есть если они не имели права распоряжаться имуществом, то почему суд признал сделку действительной? Окей. Суд вообще не мог признавать, он должен был им сказать, ребятки, если у вас произведена нормальная сделка, идите, регистрируйте, да? Регистрируйте, а если вы там не можете ее зарегистрировать, значит у вас все криво. Вот, и здесь просто совершенно дикая история, но меня больше всего удивляет, как это все прошло и не заинтересовало, миновало вообще все наши контрольно-счетные палаты, управление, ревизионные комиссии. То же самое, да. То есть и потом, и потом на протяжении нескольких лет туда выделяются еще городские субсидии. Не только городские, я скажу больше, и республиканские. То есть целое министерство энергетики объявляет конкурс, отбирает этих конкурсантов, проверяет их документы, почему-то не замечая слово «муниципальный» в этих документах, совершенно хронически. И вот на протяжении 7 лет эту субсидию платят. У меня еще один вопрос, вернее замечательный, насколько мне известно, юристы ООО КТС теперь вдруг ощутили некий дискомфорт от того, что вот вся эта собственность принадлежит ООО КТС, вот это вот от города перешло вот этой ошечки, и теперь они панически, в срочном порядке, ищут возможность найти какую-то маленькую часть этой собственности, которая бы принадлежала муниципалитету. Им вдруг опять захотелось стать немножко муниципальным предприятием. Это на самом деле забавно. То есть, судя по тому, что все вот это всплыло, и теперь начинают побулькивать, прямо скажем, потому что вопросов много. И не равен сейчас какой-нибудь правоохранительный орган придет с вопросами, как так получилось, что вы получаете муниципальные субсидии. И вот эти юристы сейчас ищут какую-нибудь батарею, которую можно признать муниципальной, чтобы это предприятие было не совсем частным. Ну, ладно, это такая, это больше, наверное, к тебе уже вопрос, как юридические уловки и юридические инструменты работают. Давай перейдем теперь вот к чему. Какова реакция правоохранительных органов, государственных органов власти на всю эту ситуацию? Что случилось в последнее время? Ну, пришли проверки, проверяют КТС, проверяют ТЭЦ. Что сейчас происходит? Расскажи. КТС, насколько я понимаю, никто не проверяет. Пока до настоящего времени, пока я не взялся за эту ситуацию, никого КТС и вся эта история с этими сетями не интересовала. То есть это нормальная деятельность хозяйствующих субъектов. Никого? Вопросов нету? Да, приватизацию. Ну, что, убыло в одном месте, прибыло в другом месте. Ну, хорошим людям отдали, подумаешь. Пока травле подвергался все эти дни, вот, все это время ТЭЦ. А с чьей стороны? Со стороны, значит, Газпромовская структура обратилась с заявлением, я уже говорил о том, что проверьте, как почему-то на предмет наличия преступления, но есть у вас долг, есть долг, есть арбитражный суд, идите жалуйтесь приставом, да, там и так далее. Нет, здесь направляется заявление прокурору. Ну, и как я вот уже писал в своем посте, прокурору бы написать, вы знаете, ребятки, у вас тут все разрешено арбитражными судами, это не дело прокурорское и полицейское заниматься. Ну, хозяйственными процессами, да. Нет, прокуратура направляет материалы в МВД, и самое интересное тут, что меня как юриста поразило, для того, чтобы в арбитражном суде повлиять на решение, чтобы ТЭЦ не установили рассрочку, Газпром приносит туда ответ прокуратуры до проведения всяких доследственных проверок о том, что в действиях определенных лиц ТЭЦ установлены признаки преступления, и переучисляются там несколько зловещих статей Уголовного кодекса, да, то есть это абсолютная дикая вещь, потому что не было даже еще никакой непрокурорской проверки, недоследственной проверки, говоря там про уголовное дело и приговор, да, и вот здесь вот я вот все усматр... Почему я вот и усмотрел, да, здесь определенный сговор на то, чтобы... Ну, это вот, в общем-то, симптоматика либо рейдерского захвата, да, либо там парализация деятельности определенного предприятия, когда все госорганы дружно начинают заниматься тем, что вставляют палки в колеса, то есть у нас тут и органы внутренних дел, там где-то исполнительная власть, да, Газпром, тут КТС со своими этими сделками, вот. И, естественно, это не могло не вызвать возмущения у руководства ТЭЦ, и у нас мы обратились с серьезными заявлениями в адексе прокурора и органов руководства МВД, сказали, ребятки, ну, как бы, господа, здесь, в общем-то, не ваша зона ответственности. Вот, вот это интересный момент, когда, ну, некоторые ведомства начинают вмешиваться в несвойственные процессы, и зачастую так происходит, и складывается ощущение, впечатление, что кто-то пользуется вот такими услугами, да, но давай вернемся к самому началу, вернемся к тому, чего мы хотим, собственно. Мы хотим мира, порядка и процветания, соответственно, мы хотим, во-первых, чтобы Кумертауская ТЭЦ не перестала работать в какой-то момент, в самый разгар зимы, это как минимум, чтобы происходили нормальные цивилизованные процессы внутри бизнеса и внутри взаимоотношений хозяйствующих субъектов. Так вот, на твой взгляд, что сейчас должно произойти, какие реакции органов государственной власти, органов правоохранительных структур должны произойти, чтобы нормализовать вот эту ситуацию вокруг Кумертау, вокруг Кумертаусской ТЭЦ и вокруг энергобезопасности этого города? Ну, начало положено, потому как после вот всех вот этих событий, после всех этих событий, связаны они или не связаны, я думаю, связаны вот со всем этим шумом, комитет по тарифам республики хорошо поднял тариф, это самая болевая точка была. Это очень важный момент, да. Так, если не ошибаюсь, было 1180, стало полторы тысячи, но это 25, да, процентов получается, это серьезное повышение, и оно, в общем-то, ну, фундаментально меняет ситуацию. ТЭЦ, по крайней мере, выходит практически в ноль, то есть у нее была за гранью рентабельности вообще деятельность находилась. Почему ТЭЦ писала везде о том, что мы не можем не образовывать долгов? Ну, понятно, да, это как раз-таки, хоть и абсурдно, но очень понятно. А это могло вызвать интерес, ну, скажем, каких-то там людей или структур к этой компании? Потому что теперь, смотрите, ТЭЦ стала почти рентабельной, то есть это может быть даже заманчивый актив. Могло такое быть? Нет, я думаю, здесь власть среагировала на вот этот информационный шум, шум и действительно, что тут все-таки социалка, да? Ну, вот об этом речь. Объектом и так далее, они подняли, тут я не думаю, что здесь какая-то... Нет, 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 я имею в виду не со стороны властей, а со стороны каких-то, ну, условно говоря, как ты говоришь, рейдеров или тех, кто... Нет, бесполезно, потому что ситуация слишком далеко зашла, я не думаю, что что-то здесь выйдет, не выйдет ни с уголовным делом, не выйдет ни с чем больше. С уголовным делом могла прокатить ситуацию только если бы это все было в тишине, ну, потому как это совсем одиозно, и причем за последнее время, за неделю, по-моему, и три, еще хорошо так погасилась заложность ТЭЦ перед Газпром, то есть там в этом плане все нормально. Ну, окей, хорошо, а тогда как ты полагаешь, ну, скажем так, правильный сценарий развития событий в отношениях с правоохранителем? Если уж там закрутился этот процесс, там люди понаписали друг на друга всяких заявлений и требований, что на самом деле в твоем представлении, ну, вот как ты полагаешь, должны сделать правоохранители, чтобы сейчас нормализовать ситуацию? То есть, ну, там, первый сценарий – бросить все и не вмешиваться. Второй сценарий – ну, там, проверить всех, да, и выявить там какие-то события. То есть надо ли наводить порядок в этой ситуации, или можно просто забыть об этом все? Здесь, конечно, надо прекращать все эти разбирательства. Вообще бы, по идее, провести серьезную ведомственную проверку. Есть конкретная инструкция в прокуратуре, в МВД. Вообще не регистрировать даже в качестве сообщения о преступлении вот такие вот обращения. Ради эксперимента, я всегда говорю, пойдите и напишите заявление о том, что кто-то кому не возвращает долг, без какой-то конкретной, без просьбы. Это заявление, кажется, у участкового, скорее всего, он потеряется. В лучшем случае он напишет вам, друзья, но как бы вы здесь… Разберитесь между собой или сходите в суд, к концу. Да, разберитесь между собой. Здесь вот эта ситуация, она, конечно, не может возмущать. Ведь и начинается деятельность какая? То есть изъятие документов, осмотры… Да, это очень затрудняет работу, Масанин. Это очень дестабилизирует ситуацию вообще любой организации, любого бизнеса, да, тем более такой, который здесь и так у нас на грани, да, вот уже в рентабельности находится. Вот. Ну а в том числе, я думаю, может быть, органы все-таки посмотрят на ситуацию, скажут, знаете, а мы не туда, оказывается, вообще не тем интересовались. Вот, 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 я здесь как дежурная баба-яга все-таки буду настаивать на том, что а давайте разберемся вот в этих вот кудрявых обстоятельствах, да, куда 950 миллионов рублей, значит, государственных, бюджетных денег вдруг ахнули вот в это ООК ТС. Нет, я не настаиваю, если это законно, но может быть все-таки нам прокуратура подтвердит и скажет, что да, вы знаете, мы посмотрели, все было законно, окей, мы успокоимся. Ну, сам факт приобретения вот этого массива собственности ООК ТС неплохо бы еще раз все-таки проверить и подвергнуть там, ну, здоровому сомнению вот эти странные решения, да, то есть и тогда ситуация успокоится. То есть если нам с тобой и общественности скажут, что, знаете, субсидии были получены точно, законно, то есть не Цветков нам об этом скажет, а, например, прокуратура республики, да, Министерство энергетики скажет, что, знаете, у нас были все основания выделять вот эти субсидии 7 лет, пускай не муниципальному предприятию, но вот этому предприятию оно нам очень нравится. Все, и тогда мы успокоимся. А сейчас на данный момент слишком много, на мой взгляд, вопросов и вот каких-то обстоятельств, которые, ну, не дают нам основания полагать, что все в порядке. Потому что вот у меня складывается ощущение, что вся вот эта история, вся вот эта проблема Кумертау возникла, потому что, ну, вот как-то криво все вот это. Вот когда у людей все в порядке, когда в бизнесе все хорошо и законно, вот подобных вещей не возникает. Так что, ну, будем завершать разговор, завершим мы его тем, на что мы надеемся. В ближайшие дни, я уверен, наверное, несколько дней пройдет предварительное расследование, сначала кулуарное называется. Это когда собираются представители руководства ведомства и говорят, что с ним, с этим делать, кто такие, надо ли им заниматься, можно ли простить, алло-алло. Ну, понятно. Потом будет принято решение. Да, ну, мы будем рассчитывать на то, что, во-первых, жители города Кумертау и все, кто участвует в этом, вольно или невольно, никоим образом не пострадают от этих всех процессов. Это самое главное. Мы будем рассчитывать, что, ну, в кой-то веке у нас воцарится справедливость и законность в плане распределения этих всех ресурсов. И мы будем надеяться, что вот этот сложный энергетический узел Кумертау будет, в конце концов, развязан. Ну, а вообще в завершение скажу, я вот ознакомившись с этой схемой, могу, ну, скажу, она, вот эта схема по своей одновременной примитивности и дерзости меня просто поразила. Я, ну, за последние лет пять, наверное, ее поставлю, вот ей 10 баллов, да, вот если по 10 баллов. Ну, не зря я тогда говорил, что в Кумертау случилось что-то необычное, схематоз, да, какой-то. Да, в Кале. Ну, здесь, в общем-то, для, особенно для юристов, для государственников очень много интересного, ну, конечно, это переходит все грани, я считаю. И, я надеюсь, получит эта вся схема, которая в народе у нас называется, там, там, махинация где-то чем, надлежащую оценку. Правовую оценку. Правовую оценку. Вот этого мы хотим, да. Мы хотим правовой оценки. Окей. Ну, как обычно, рассчитываем на лучшее, ну, и смотрим в будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова